Здравствуйте, добро пожаловать на канал, с вами Юлия Лысенко. Я уверена, что любой родитель согласится, что наличие хорошей школы это важный показатель при выборе нового жилья. Недавно я записала видео о лучших государственных школах в Tampa Bay, а сегодня, в этом выпуске, будет видео о самых лучших частных школах в Tampa Bay. Я вам вкратце расскажу об этих школах, названия школы, что в них особенного, сколько они стоят, а вам уже будет виднее, какая вам школа лучше подходит, государственная школа или частная школа, потому что хорошо, что у нас в Tampa Bay есть выбор любых школ с хорошими программами и с хорошими рейтингами. И когда я буду перечислять школы, чтобы вы не подумали, что та школа, которую я первую или вторую назову, она самая-самая лучшая, но они все хорошие, но в какая-то, может быть, находится в одном районе, другая в другом, может поближе, подальше от вас. И, конечно, каждая школа имеет какую-то отличительную черту и цену. Ну, давайте уже перейдем к списку. Итак, какие же самые лучшие частные школы в Tampa Bay? Я начну свой список со школы Berkeley Prep School, которая находится в Hillsborough County, город Tampa. В ней учеников принимают от 3 лет до 18, то есть все можете классы там учить своих детей, начиная с детского сада. Примерно в ней учатся 1400 студентов и соотношение учителя к ученикам 10 к 1. То есть 10 учеников к 1 учителю, что достаточно неплохо. SAT должен быть 13,5. В этой школе очень хорошие дополнительные программы, также спортивные программы. В старших классах подготавливают в этой школе к поступлению к колледжу. Следующая в списке школа Shorecrest Prep School. Она уже находится в северной части города Санкт-Петербурга, это Pinellas County. В ней тоже дети учатся от 3 лет до 18, то есть все классы. Эта школа тоже в старших классах подготавливает к поступлению в университет. В ней уже поменьше студентов, где 1000 студентов учатся. И соотношение учителя к ученикам тоже 10 к 1, так же как и в Berkeley School. И тоже обучение в среднем стоит 28 тысяч. Школа в списке Canterbury. Она находится недалеко относительно от Shorecrest, тоже в городе Санкт-Петербург. В ней также принимают от 3 лет до 18 лет учеников. Частная школа с хорошим рейтингом. Самая отличительная черта в этой школе это то, что она религиозная христианская школа, но они приветствуют любые религии. Она не такая дорогая, как предыдущая школа. Среднее обучение стоит 20 тысяч. В ней очень много разных программ, где дети могут изучать любые вообще направления. Но самое такое у них популярное направление это Marine Biology, морские исследования. Дети, которые хотят делать морское исследование, эта школа считается самая лучшая. И соотношение учеников к учителю тут 7 к 1, то есть немножечко больше внимания уделяет, наверное, в этой школе. Следующая школа в списке это Tampa Prep School. Она находится прямо в центре города Тампы, что для многих это большой плюс, потому что в центре города Тампы нет хороших общественных, государственных школ. И в этой школе обучают только с 6 по 12 класс и в старших классах подготавливают к колледжу. Средняя цена за обучение в этой школе 26 тысяч долларов в год. Следующая школа в списке это Admiral Farragut School. Она находится в городе Санкт-Петербург, рядом с Treasure Island. Она была найдена в 33 году, то есть ей почти уже 100 лет. Одна из самых старых, лучших и элитных школ в Тампы-бэй, частных школ. Тут учится всего лишь 500 учеников. И обучение начинается от 17 тысяч до 45 тысяч. В зависимости от класса. То есть они берут учеников от 3 лет, там 17 тысяч в год. И все повышается до старших классов. Там уже обучение 45 тысяч в год. Чем она отличается? Больше всего то, что у нее военный уклон. Все дети ходят униформой, одной и той же. Помимо того, что у них отличные программы подготовки колледжа, эта школа имеет 100% рейтинг поступления в колледж. Также у них много других программ. Они сильно фокусируются на технологию. Обучение на компьютерах. Они говорят, что у них самые лучшие, последние модели. Что касается компьютера, можно там в старших классах учиться на инженера. Изготавливают у них интересные классы. Можно взять классы, как под водой плавать, как на паруснике плавать. Потому что школа находится на заливе. Также в старших классах вы можете получить лицензию пилота. Очень интересная школа, конечно, для тех, кто может это позволить. И кто относительно близко живет к этой школе. Следующая школа в списке очень интересная, на мой взгляд. Потому что эта школа только для девочек. Она называется School of Holy Names. Ну, правда, тут только с 8 по 12 класс берут. И она находится в южной части города Тампи, в South Тампи. Считается тоже одна из самых элитных школ. Потому что в южной Тампи и Тампи есть государственная хорошая школа. Это Plant High School. Но у тех родителей, которые могут позволить отправить еще и в частную школу, то, конечно, отправляют в эту школу. Не хочет рейтинг, хорошие программы. Примерно учатся там тысячи учеников. И в среднем она стоит 20 тысяч долларов. Но есть другая школа, которая только для мальчиков. Правит Jazzed School. И она находится рядом с той школой, которая для девочек. Ну, в принципе, логично. Да, тоже в южной части Тампи. Тоже примерно стоит 20 тысяч долларов в год. Но, правда, там только с 9 по 12 класс. И чем она отличается? Там у них очень большой наклон. Ну, не только, конечно, хорошее обучение, но еще и в спортивные программы. У них очень популярная футбольная команда и бейсбольная команда. Футбольная команда входит в десятку самых лучших по стране. И тут я закончу свой лист. Но на самом деле и у нас еще достаточно много есть хороших частных школ. Некоторые вообще такие маленькие. Там только учатся 200 или 300 студентов. Вот именно хотела перечислить самые лучшие, популярные частные школы. Надеюсь, вам это видео поможет сделать выбор, в какую школу вы хотите отправить своего ребенка. Если у вас есть какие-то вопросы по школам и не только, оставляйте в комментариях, если вы хотите переехать в Тампе-бэй и купить недвижимость или получить ипотеку. Обращайтесь, с удовольствием вам поможем. Хорошего, до свидания, Юлия Лысенко.